Глава Бурятия отчитался о результатах деятельности правительства за 2022 год. Он представил отчет обо всех аспектах развития республики, экономике и реализуемых инвестпроектах, социальной сфере, развитии инфраструктуры и здравоохранения. И поблагодарил депутатов Хурала за совместную работу. Мы с вами прошли непростые времена. Ковид сейчас идет СВО. Хотелось бы, чтобы тоже это быстро прошло. Но в целом у нас есть хорошие результаты нашей совместной работы. Безусловно, у нас есть вопросы, которые требуют решения, которые до сих пор не решены. Никогда не будет времени, когда все будет решено. Но мы с вами движемся. У нас есть достижения, есть результаты. И нам есть о чем говорить с людьми. За эти пять лет Хурал принял более 600 законов Бурятии. Из них 60 являются базовыми, новыми, самостоятельным предметом правового регулирования. Принято 668 законов. Принято 383 постановления. За этот период этому предшествовала большая работа всех комитетов, всех структурных подразделений Народного Хурала. Было проведено огромное количество заседаний комитетов Народного Хурала, в том числе выездных. Были по плану работы проведены все запланированные заседания Совета Народного Хурала, где рассматривались ход исполнения законов. На последней сессии депутаты хотят заручиться поддержкой коллег по вопросам, которые курируют. Например, Анатолий Кушнарева волнует чистый воздух в республике. Тех, кто его намеренно загрязняет, призывает штрафовать. Там 30-40 тысяч на должностных лиц и 80-100 тысяч на юрлиц. Но это нужно. Еще раз напоминаю, речь идет об атмосферном воздухе, который загрязняет предпринимателей, имеющие технологическое подключение. Повторяю, имеющие. Только ключи и оплачивай. Для тех, у кого нет, этот закон на них не распространяется. А Дмитрий Швецов хочет, чтобы больше денег получало в новом созыве сельское хозяйство. Душа болит у депутата за деревню. Больше внимания, я надеюсь, будет уделяться вопросам сельского хозяйства. Потому что в бюджете республики Бурятия доля расходов на сельское хозяйство в процентном отношении практически не увеличивается. И все-таки мы нуждаемся в том, чтобы мы на селе у нас наконец-то был реализован какой-то крупный инвестиционный проект. Именно крупный проект инвестиционный, то есть это все-таки двигатель прогресса. Игорь Марковец озвучивает, какие изменения коснутся поддержки детей-сирот. Сегодня это один из самых важных вопросов в социальной сфере бюджета. У нас получается очередь каким образом формируется. У нас первые идут ребята и дети-сироты, которые сейчас принимают участие на СВО. И потом у нас будут как раз те ребята, которые имеют судебное решение, уже получившие жилье, которое признано непригодным. То есть получается, что эти ребята, которые уже получили жилье, и оно было признано непригодным, они сейчас будут ставиться в первоочередном порядке. Депутаты уходят на каникулы, но настроены продолжить работу в седьмом созыве. И вот эта сессия, она некое такое завершение пятилетней работы. Но мы видим себя, конечно же, в седьмом созыве. И будем работать прежде всего для простых людей, для селян. Все законы, которые были направлены на поддержку наших граждан, ЛДПР поддерживал вне зависимости от партийной идеологии. Выборы пройдут 10 сентября этого года. Единая Россия будет конкурировать с другими политическими партиями республики. КПРФ, ЛДПР, справедливая Россия, патриоты за правду и новые люди. Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова